Друзья, это зона Лазерсона. Мы находимся на моей домашней кухне, но мы сегодня с вами осуществим кулинарное путешествие, знаете куда? Далеко, в Россию. У нас сегодня такой будет стиль. Кстати говоря, 2020 год признан годом, где самый классный лучший туроператор, это гугл-карты. Это была шутка, если кто-то не понял, потому что я знаю, что на моем канале не все зрители понимают шутки. Я где-то для них выделяю 18,5%, друзья. Ленивые голубцы, это уже не шутка, а это блюдо, которое сегодня будет приготовлено, которое несомненно популярно в России и, кстати, в других странах СНГ. Я обычно начинаю ленивые голубцы с риса. С риса я начинаю ленивые голубцы. Значит, вот у меня рис с таташок. Я всегда забываю, может быть, говорить, какой рис. Это обычный круглозерный рис. Ну, там, не знаю, краснодарский, который сейчас выращивают в Китае, естественно, и так далее, и так далее. Но круглозерный рис. Я его насыплю сейчас. Я, друзья, рис промывать не буду, поэтому я сейчас варю его по стилистике суши, да, когда уровень воды над рисом где-то может быть, не знаю, там, 7-8 миллилитров, 7-8 миллиметров, да. Я сразу, кстати, имею право рис присолить. Пусть он сразу возьмет в себе соль. Ну, быстрое закипание, а потом медленное томление под крышкой, друзья. Значит, сейчас я это сделаю. Рис можно не доготавливать. Надо постараться сделать его, там, чуть больше половины готовности. Хотя, доготовите, да и черт-то с ним. На голубцах это абсолютно никак не отразится. На то они и ленивые, ребята. Есть, да? Видите, все, он закипает. Он к дну у меня не прилип, я это вижу. Все, теперь уменьшаю нагрев. И накрываю крышкой. Это второстепенный процесс, на самом деле. Но принципиальный процесс я начинаю всегда с капустой. Вот у меня капуста, вот у меня сковородка. Я капусту люблю для голубцов обжарить, потому что у меня своя технология. Вы смотрите, тут у меня фишечки еще, лайфхачики будут, несомненно. Ко мне сегодня придут, придут сегодня лайфхачики. Хорошие ребята. Я сейчас достаточно сильно нагрею сковородку, естественно, с растительным маслом. Вот так масло. И сейчас я шинкану капусту. Можно использовать какие-нибудь специальные машинки там для этого. И это ручками. Вот так себе я работаю. Вот моя капустянская. Вот так я сейчас помощнее дам нагрев. Я хочу немножко дать ей такую, знаете, естественную карамелизацию. Я, может быть, даже еще помогу для карамелизации с сахарком, друзья мои. Ну вот, смотрите. Смотрите. Вот такое обжаривание капусты. Я, по-первых, не буду ее перемешивать, чтобы она немножко схватывалась. Она будет такая чуть-чуть, ну, золотисто-коричневая где-то становиться, да. Ну вот какое-то время уже капуста у меня нетронутая, да. Здесь находится. Я вот так ее сейчас. Вот, видите, какие уже пошли подпалинки на ней. Вот они, подпалинки видны. Вот подпалинки видны. Я говорил, что для лучшей карамелизации я чуть-чуть, да, подхимичу капельку сахарку дам. Вот так. Ну что ж, морковка-лук. Вот у меня лук. Я его так на три фрагмента, да, чтобы они не были такими длинными, сопливыми полукольцами, а вот так покороче. Это лук. Ну вот в данном случае я совершенно спокойно морковку натираю руками. Ленивые голубцы, да, ленивые голубцы, значит, можно работать терочкой. Но для меня эта терка святая. Посмотрите на эту терку, ребята, да. Я плачу, когда держу в руках эту терку, потому что она была куплена мной в Лондоне на Портабелло-маркете. Там есть такой рынок антикварный Портабелло. Мой любимый Марк Ноффлер в одной из песен упоминает его. Представляете, да? И вот я хочу жить столько, сколько у меня будет жить эта терка. Она вечная. Дубовая, как моя голова, понимаете? Смотрите, как она морковочку трет хорошо. Это крупная терка. Вот она, вы посмотрите на эту стружку. Английская стружка. Ну, мне достаточно. Я люблю признаться, чтобы морковки в ливне и в голубцах было больше. Видите, ее определенно больше, чем лука, правда? Вот она моя капустка. Вот еще буквально, может быть, минуту я подержу ее. Ее уже через некоторое время можно просто так есть. Я вот так люблю себе жарить капусту, да, с колбасками. И еще потом яйцом залил. Во. И теперь, смотрите, друзья мои, я это вываливаю в большой тазик. Вываливаю в тазик, смотрите. Вот так вот. Маслица снова. Включаю. И буду жарить, как вы понимаете, лук и морковку. Ну, формально лучше начинать с лука. Но это чисто формальная сторона нашего сегодня предмета рассмотрения. И следом моркву. Ну, это называется пассирование или обжаривание там, как вы уже хотите. Могу сейчас пока проверить, проведать, как тут у меня рис. Ну, рис вот хорош. Он как раз сейчас где-то у меня наполовину-то и готов. И я его отправляю в капусту. Ну, вот сюда. Ну, рядышком пока. Ну, видите, вареного риса все-таки чуть меньше, чем капусты. Потому что его станет немножко больше, когда он будет полностью готов уже внутри блюда, да. Теперь овощи. Уже, кстати, все очень и очень неплохо. Еще считаю до 25. И морковка и лук тоже, как вы понимаете, вывалятся вот в этот вот тазик. Это у меня сегодня такое тазиковое приготовление ленивых голубцов. Вот, все. Лук с морковкой хороши. Тоже они уходят в тазик. Я для очевидности, да, пока не смешиваю, кладу такими пятнами, чтобы вы хорошенько видели и запоминали процесс, ребята. Ну, на всякий случай. И сковородка мне больше пока, пока не нужна. Я сюда прямо добавляю сейчас сырой фарш. Это смесь говядина и свинина. Один к одному примерно. Можно с одной говядиной, можно с одной свининой. Конечно, можно. Это такой домашний фарш. Я по традиции... Ну, я все, сегодня выкладываю все. Раз в жизнь. Значит, не забуду посолить. Соль. Подперчу. Хорошенечко поперчу. Люблю я сюда положить немножко горчицы. У меня сегодня горчица Махеев. Хорошая человеческая русская горчица. Хотя есть и другие виды горчицы у Махеев. Я сейчас добавлю... Вот так. Баночка удобная. Видите, большая ложка даже в нее влезает. Казалось бы, маленькая, а вот влезает большая ложка. Вот горчичка. Для пикантности это шикарная история на самом деле. И сразу же на этом этапе, вот в эту миску я добавляю кетчуп. Я сегодня выбрал Махеев кетчуп, называется русский. У производителя много разных хороших кетчупов. И лечо, и кубанский, и обычный томатный, и томатный без сахара, без крахмала, и с чили и так далее. А вот это русский, знаете, чем он кайфовый? Потому что в нем есть измельченный огурчик соленый. И укроп есть. Это вот как раз то, что мне надо для создания очень интересного вкуса. Прямо вот так вот беру, дойпак. Вот так вот. Кетчупик. Сразу запах хороший очень идет мне. И теперь я руками, ну я надену перчатки, черная рука. Я вспоминаю все эти детские истории про черную руку. В наше время можно даже иллюстрировать уже эти страшные рассказы для детей, потому что черную руку очень нетрудно сделать с помощью, видите, черной перчатки. И сейчас я руками это все равномерно перемешаю. Ленивый способ. Это, если нужно сказать, самые ленивые голубцы у меня сейчас идут. Я вот так вот, ну допустим, капуста и морковка с луком, они горячие, и рис горячий. Но за счет того, что у меня фарш холодный, мои руки абсолютно спокойно выдерживаются. Ах, хорошо, запахи все идут. Горчичку чувствую. Чувствую укроп из кетчупа. Ну, соленого огурца я не чувствую, но он там прекрасно срабатывает. Кстати, это может быть очень неплохая начинка для каких-нибудь там даже чебуречков, я считаю. А теперь смотрите-ка, эта масса у меня уходит прямо в ту же самую глубокую сковородку. Вот она. Вот, смотрите. И теперь маленький огонь время от времени надо перемешивать. Видите, у меня здесь нет влаги. Знаете почему? Я здесь буду стараться не добавлять воду, потому что мясо сырое, оно при нагреве будет отдавать сок. И вот в этом соке блюдо будет тушиться у меня, понимаете? Если я буду видеть, что что-то у меня идет не так, что-то пытается пригорать, значит, я добавлю туда водицы немножко. Вот, собственно, и вся история. Вот небольшой нагрев. И, естественно, я раскопаю родную крышку этой сковородки. И теперь потихоньку-потихоньку готовлю, буду время от времени перемешивать. Здесь на самом деле все продукты готовы, как вы понимаете, только мясо должно быть готово. Но это фарш будет весьма быстро, ну, в зависимости от количества голубцов. Так что идет тепловая обработка. Ну вот, друзья, примерно полчаса, 35 минут, 40 минут готовится. Не забывайте перемешивать. Вот, смотрите, как у меня, да, вот. Вот, ничего, конденсат пусть уйдет назад. Я выключаю. Вот видно, что тут все живое. Ленивые голубцы, чем меньше вы сварили рис, чем в меньшей степени сварили рис, тем в большей степени голубцы увеличатся в объеме, потому что рис берет в себе влагу, немножко голубцы приподнимаются. Но это вы можете даже и не заметить. Ну, подача какая? Знаете, я люблю подавать голубцы в глубокой тарелке, потому что я люблю много. Я беру вот такую суповую тарелку, ребята. Ну, как подача, собственно, она стандартная. И вот так вот наваливаю себе голубцов. Никаких там формочек, никаких этих дешевых ресторанных понтов. Вот так вот жирно, смачно, вот так вот положил себе еще ложечку. Вот так вот ложечку. Теперь чистой ложкой я сметаночку. Нет, пока нет, я пока рубану укропа. Укропа. Рубану укропа. Теперь вот так вот. Я люблю сметанку. Холодненькую, естественно. Вот так сметанки. Вот так припорошить укропом. Ну, можно еще чуть-чуть дать даже перчик на любителя. Кто-то сегодня очень вкусно поест раз в жизни. Думаю, что это буду я. Но здесь еще хватит даже тем, кто делает вид, что он помогает этому красному парню в создании канала. Понимаете? Ну что ж, вот оно, мгновение вкуса. Вот так вот. Сметанка немножко охлаждает горяченные голубцы. Ленивые. А чего вы ждали еще? Но, честно, вкусно. Вам тоже будет вкусно. Если вы, друзья мои, как и я сегодня, осуществите вот такое вот интересное кулинарное путешествие из России в Россию. Потому что я сегодня использовал и горчицу Махеев русскую, и русский кетчуп. Старый русский приготовил хорошие любимые голубцы вот с этими нормальными, вкусными, хорошими продуктами. Так что я всегда вас жду на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь ссылками друг с другом. И, конечно, не забывайте про колокольчики, которые вам напомнят о тех новостях, которые происходят в нашем канале, в том числе о выходе новых видео. Я с вами прощаюсь ненадолго. Не ждите. Пока.